Самые ранние укрепления, остатки которых были прослежены нами в торще вала Торховского городища, по всей видимости, могут относиться к концу 14-му, началу 15-го века. Об этом говорят, в первую очередь, конечно, находки, сделанные в этих слоях, в слоях остатков этих укреплений. Кроме того, нам дает возможность дать датировку этим укреплениям то, что мы смогли проследить хронологическое, хронологическое постепенное развитие и смену одних укреплений другими. К сожалению, в слое, связанном с этими укреплениями, нами не было обнаружено находок, которые бы смогли дать именно точную дату о времени их существования. Основываясь на находках, в первую очередь, керамических материалов, а также предметов быта, которые были найдены в этих укреплениях, мы можем говорить только о периоде не ранее конца 14-го, начала 15-го веков. Именно так мы и датируем наиболее ранние по стратеграфии остатки укреплений. Конечно, в связи с тем, что строительство на этом участке в последующие времена велось очень активно, то от этих укреплений остался весьма незначительный слой, в первую очередь, относящийся к участку выравнивания площадки и построения фундамента, скажем так, для возведения укреплений. Все укрепления, которые здесь располагались, были дерево-земляные. Именно строился деревянный, скажем так, каркас из брёвен, и который для того, чтобы, скажем так, увеличить мощность этих укреплений, внутрь засыпался грунтом. И после разрушения этих укреплений грунт, который был засыпан в эти деревянные укрепления, деревянные клетки, естественно, рассыпался, и проследив его, вот здесь нам как раз удалось проследить участок слоя, по всей видимости, участок грунта, рассыпавшегося внутреннюю сторону вала после разбора данных укреплений. Что же из себя могли представлять данные укрепления? Основываясь на данных стратеграфии, в первую очередь, используя такие наблюдения, как небольшие заглубления в грунте, которые образовались в результате его проседания, ввиду действия, ввиду того, что образовались от проседания под тяжестью построенных на нём укреплений, они как раз, вот эти вот желобки, как раз чётко маркируют те места, где и могли именно располагаться брёвна, до срубов клетей, из которых как раз и были созданы эти укрепления. Начиная работу над реконструкцией этих укреплений Торховского городища, я подумал, что скорее всего они могут иметь размеры соотносимые с не современными мерами длины, а с древними мерами длины, а именно сожжениями. И выяснилось, в ходе работы получилось, что все те укрепления, все те строения, которые мною реконструировались на основе археологических данных, имеют соотношения с брёвнами длиной 2, 3 и 4 сожжения. По всей видимости, для строительства укреплений на этого периода, который мы проследили именно в этом раскопе, использовались брёвна, скорее всего, 2 сожжений или 2 и 4 сожжений. Вскрытые раскопы на этом участке укреплений, по всей видимости, представляли собой просто стену, общая ширина которой составляла 2 сожжения. Причём укрепления были, эта стена была как бы так двухчастная. Со внешней стороны, вот за первой внешней стеной располагалась, по всей видимости, ещё вторая, вторая стена на небольшом удалении, по всей видимости, порядка, между ними было расстояние порядка полуметра. И вероятнее всего, вот эта внешняя часть стены, состоящая из двух параллельно лежащих брёвен, по всей видимости, именно в неё и засыпался грунт. Хотя, может быть, несколько и по-другому, исходя из того, где нам удалось проследить остатки рассыпи грунта после развала самих укреплений. Он показан на этом чертеже с светло-салатовым цветом. Вполне возможно, что одна часть укреплений была, скажем так, пустотелы, а рядом с ней находилась полностью засыпанная грунтом клеть. и после разбора этих укреплений именно грунт, вывалившийся из неё, и нами был прослежен в ходе археологических исследований. Но это весьма спорный момент, ввиду того, что на других участках этот слой мог просто не сохраниться, ввиду того, что на этом участке и далее проводилось очень активное строительство. в, скажем так, в пустой, часть пустой клетий, по всей видимости, использовалась в качестве какой-то хозяйственной, скажем так, постройки, внутри которой была вырота, заглублённая в грунт яма, дно которой было устрано известняковыми камнями. Вполне возможно, что она могла использоваться в качестве какого-либо хранилища. Следующее укрепление, которое нам удалось проследить, относится к первой четверти 15 века. И здесь нам повезло, в остатках сооружений, связанных с этими укреплениями, была найдена монета, пражский грош, который и позволил датировать эти укрепления первой четвертью 15 века. Здесь показано расположение слоя, связанного с данными укреплениями, прослеженными нами по стратеграфии в стратеграфии раскопа. Планеграфически они из себя представляют как бы вот такой вот по, скажем так, полосу за первую, за валом фактически городище, и вторую непосредственно по валу самого городища. очень интересно, что в сооружении, связанном с этими укреплениями, были найдены остатки сразу двух печей, которые не представляли из себя единой конструкцией, а между ними находилось какое-то расстояние, и это расстояние как раз около 20-25 сантиметров, то есть, по всей видимости, между эти печи, имеющие разную направленность, относились к двум соседним соседним как бы так участком сооружения и отапливали два разных помещения, хотя являющихся соседними. Исходя из тех же самых принципов, о которых я говорил ранее, мне удалось проследить скажем, вероятную структуру укреплений этого периода. Система была очень интересная, непростая, состояла из двух частей, по верху ванну проходил, располагались срубы, городни, скорее всего засыпанные грунтом, а с внутренней стороны к ним были пристроены сооружения, что называется одно за другим. Такие сооружения в исторической науке, в археологии имеют название живых клетей, и по всей видимости с примером таких живых клетей, отапливаемых, мы имеем дело непосредственно здесь. Угу. Угу. Угу.